В день пожилого человека несколько сотен ульяновцев серебряного возраста со всех муниципальных образований региона собрались в драматическом театре, чтобы прежде всего пообщаться, обменяться опытом, узнать новую полезную информацию и заодно обсудить насущные проблемы. Мероприятие посетил губернатор Сергей Морозов. В первую очередь он встретился с членами серебряного правительства. Глава региона напомнил, что в области действуют проекты «Старшее поколение» и «Стратегия действия в интересах граждан старшего поколения до 2025 года», основополагающие документы, которыми руководствуются все органы государственной и муниципальной власти. Буквально несколько важнейших результатов, которые в рамках реализации этого проекта мы уже с вами достигли или в ближайшее время должны будем достигнуть в регионе. Во-первых, мы с вами приняли и реализуем интересную программу повышения качества жизни граждан. Она у нас прописана до 2024 года, начало действие в этом году. Во-вторых, мы активно развиваем систему дериатрической помощи, прежде всего, конечно, на базе нашего областного клинического госпиталя ветеранов «Воин». Ну и мы стараемся сделать такие мини-дериатрические центры на базе многих поликлиник. Губернатор отметил, что на государственном уровне крайне невнимательно относятся к званию ветеран труда, начиная от его вручения. Будет подготовлено соответствующее указание министерству, которое за это отвечает, о том, что звание ветеран труда будет вручаться только в торжественной обстановке, только с участием губернатора, чтобы, так сказать, мы могли здесь отдать должный человек. Мы будем продолжать с вами совершенствовать меры социальной поддержки, не исключая о том, что у нас появится специальная медаль ветеран труда, а не просто знак. И эта медаль будет вручаться либо заслуженным, либо почетным ветеранам труда. Перед собравшимися с приветственным словом также выступил сопредседатель Серебряного правительства Ульяновской области Сергей Ермаков. От лица Центрального совета ветеранов он вручил губернатору почетный знак Всероссийской организации ветеранов. Поэтому, Сергей Иванович, мы вам говорим сердечно спасибо от имени ветеранских организаций за то, что вы просто не в стороне нас оставляете, а в русле жизни пытаетесь нас вести, держать и как можно поддерживать наше моральное, социальное самочувствие. После заседания Серебряного правительства состоялось торжественное открытие четвертого форума для граждан старшего поколения «Социальная гостиная», в рамках которого прошло награждение серебряных волонтеров. Настоящим сюрпризом для всех присутствующих стал театральный капустник. В рамках года театра, который объявлен Российской Федерацией, в рамках проекта театральной подмостки, который выиграл наше старшее поколение, мы подготовили спектакль. Вместе с ними спектакль «Водевиль», который они сегодня представили на суд зрителей, актеры и все наши граждане Серебряного возраста. В театральной постановке «Сказ о царе Салтане на Новый Лад» задействовано 130 человек из разных районов области. Интересно, что никто из них не имеет профессионального актерского образования. Однако на сцене они себя показали как настоящие актеры. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова